Пострадавшие от мошенников алматинцы создали группу, чтобы отслеживать ход расследования и поиска своих угнанных автомобилей. Все они воспользовались услугами одного сайта, через который можно договориться о перегоне машины или грузовой фуры с товаром в другие города. В итоге многие лишились собственности, расскажет Жанар Канафина. У Ярослава Тарасова мошенники угнали дорогой автомобиль. Каких в Казахстане по пальцам одной руки можно посчитать? Я находился в городе Караганда по работе. Соответственно, решил ее туда к себе отправить, чтобы там на ней двигаться. И это, кстати, один из моментов, который мошенники используют. Они в основном попадают те люди, кто не может лично участвовать в погрузке автомобиля на автовоз. Мужчина попросил друга отправить машину в Караганду автовозом. Но водитель транспорта предложил лучше эвакуаторам, который сам же любезно предоставил. После получения автомобиля перевозчик не отправил ни видео, ни фотоподтверждения получения груза и отправки в дорогу. В первый вечер, когда это должно было произойти, он этого не сделал. Сослался на то, что загрузились очень поздно. Это у всех, кстати, ситуация одинаковая. Потом он сказал, что он в дороге. Тоже у всех пострадавших. Но на следующий день я уже все понял. И было написано заявление в полицию. Ярослав написал пост в социальных сетях и создал группу, в которой горожане делятся своими историями. Пока в ней 15 человек. Они признали, что на аудиосообщениях был один и тот же голос. А так без проблем. Если сомнения есть, можем на договор упасть. Проблем нет договора. Все официально сделаем. Правда, сумма такой не будет по договору. А так без проблем. Юрист, представляющий интересы трех потерпевших из разных городов Казахстана, говорит, что полиция не торопится заводить уголовные дела, объявлять машину в угон. Люди сами ищут и исполнителей, и автомобили. В Толгарском районе уже силами самих потерпевших был установлен биллинг телефона. Установили, кто с этого телефона разговаривал. Как оказалось, человек, который разговаривал и координировал действия мошенников, он уже находился в местах лишения свободы, в Заречном. И, получается, его потом этапировали в Толгар. И там попутно установили еще четыре человека, которые были причастны к этому преступлению. По данным же департамента полиции, всего по городу признаны пострадавшими по факту мошенничества с автомобилями около 12 человек. Сейчас в составе криминальной полиции города Алматы создана специальная следственная оперативная группа из числа опытных сотрудников как самой криминальной полиции, так и подразделений районного звена. В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения машин, которыми преступники завладели путем мошеннических схем. Пострадавшие говорят, дорога каждая минута. И при нынешнем изобилии видеокамер в городе и на трассах международного значения найти автомобиль проще всего, особенно если он будет признан угнанным. Но почему-то пока никого не задержали. А мошенники еще и умудряются после угона звонить и требовать выкуп. Жанар Канафина, Даулет Кушеев, Алматы, Первый канал Евразия.